Добрый день. Лечение злокачественных наобразований требует от пациента порой довольно-таки продолжительного нахождения в стационаре, или же амбулаторного наблюдения, или же состояние пациентов изменяется настолько, что они становятся менее трудоспособными, менее активными, у них наблюдаются симптомы слабости, уделяемости. Как быть в этих случаях, когда пациент работает? Как объяснить работодателю, что мне нужно лечиться? Какие права у наших пациентов? И что нужно знать для того, чтобы правильно совместить и период лечения, и продолжить работу на своем прежнем рабочем месте? Прежде всего, должна сказать, что пациенты, независимо от диагноза, имеют право быть на больничном листе 120 дней в течение одного календарного года. Или же 150 дней, если больничный лист прерывался больше, чем на 7 дней. Либо прерывался выходом на работу, либо писали заявление за свой счет, либо же оформляли очередной отпуск в этом текущем году. Перед окончанием, перед истечением этого срока, 120 дней, пациенты должны обязательно обратиться к семейному врачу или к онкологу, который их будет представлять в онкокомиссии. Онкомсек, так называемый. Оформляется целый перечень документов для прохождения онкомсек. Что это дает? Пациенты трудоспособного возраста, которые закончили лечение химиотерапевтическое, либо любое другое направленное на онкологическое заболевание, должны пройти онкомсек и имеют право на получение второй работающей, либо третьей группы инвалидности. В последующем, каждый год проходит переосвидетельствование и дальше онкомсек решает, пациент трудоспособен или пациенту дается нерабочая вторая группа инвалидности или первая группа инвалидности. Те пациенты, которые продолжают химиотерапевтическое лечение или которые получали химиотерапевтическое, а дальше следует хирургический этап лечения, то есть лечение они еще не закончили, по истечении 120 дней они проходят онкомсек. После этого они должны приступить к работе хотя бы на короткий период времени, либо оформить очередной отпуск, и только после этого они имеют право открывать в этом уже новом году больничный лист. Открывается больничный лист с семейным врачом или онкологом по месту жительства. В любом случае еще до освидетельствования в онкомсек вы должны составить свою программу, как вы будете решать, будете ли вы работать после освидетельствования получения группы инвалидности, или же вы будете уходить на инвалидность. И если у вас возможность работать, то есть вы должны здраво оценить свои, прежде всего, силы и возможности. Те пациенты, которые в течение химиотерапии или в течение болезни, к сожалению, состояние их не улучшается, ухудшается общее состояние, нарастает общая слабость. И у них нет возможности работать таким пациентам, бывает назначают досрочное освидетельствование и переводят в группу инвалидности, это группа нерабочая. Те пациенты, которые лечатся в дневном стационаре, в частности в таких клиниках, как наша, вы знаете, что мы на первый курс всегда госпитализируем, больничный лист открывается в нашем стационаре, и мы его не закрываем, он дальше продляется вашим семейным врачом. И в последующем вы приходите к нам и капаетесь в дневном стационаре, мы даем каждый день выписку для вашего семейного врача, для того, чтобы он имел основания продлять вам ваш больничный лист. В любом случае, и ваш семейный доктор, и вы должны контролировать количество дней, сколько вы находитесь на больничном листе, вы должны уведомить отдел кадров, когда у вас будет освидетельствование в онкомсет. Но прежде всего вы должны для себя понять, можете вы работать или вы не можете работать, и тогда это будет влиять на, собственно говоря, на то, какая группа инвалидности вам будет предложена. В больничный лист подписывается двумя специалистами того отделения или дневного стационара, где вы получаете лечение или врачами поликлиники, обязательно ставится печать поликлиники, печать доктора, подписи. В больничном листе не вносится конфиденциальная информация, которая касается вашего заболевания. Мы можем либо прочерк поставить, либо поставить шифры по международной классификации болезни. Это ваше право скрыть от работодателя ваши заболевания. Спасибо.